Досмотр на бегу. О новых масштабных мерах безопасности объявили в Америке. Вслед за аэропортами сканерами оборудуют и станции метрополитена, чтобы выявлять оружие и взрывчатку. Неужели и в подземку, как на авиарейс, теперь придется выезжать заранее? Выяснял Дмитрий Анопченко, он для этого спустился в Вашингтонское метро. В Вашингтоне метро каждый день перевозит 620 тысяч человек. В Нью-Йорке 4,5 миллиона. Пассажиров в разы больше, чем в аэропортах этих городов. Но при этом на аэровокзалах меры безопасности жесточайшие, а вот в подземке их вообще нет. Идею оборудовать станции метрополитена и вокзалы металлодетекторами. Американская ТСА, служба транспортной безопасности, вынашивает очень давно. Здесь, в Вашингтоне, даже эксперимент проводили, когда устанавливали на время раздевающие бодисканеры, такие же, как в аэропортах. Но очень быстро поняли, что идея эта абсолютно провальная, толкучка на станциях просто огромная, люди не успевали попасть на свой поезд. Всем казалось, от идеи проверять каждого пассажира ТСА в итоге благополучно отказалась. Но теперь выясняется, эти планы никуда не делись, они просто видоизменены. Объявили, стартуют с Лос-Анджелеса уже в этом году. Затем, начиная с 2019-го, город за городом оборудуют станции метро портативными сканерами. Так что очередей не будет. Технологии теперь позволяют не загонять каждого пассажира в рамку металлоискателя, а следить сразу за всеми дистанционно. Ведь новое поколение аппаратуры обнаруживает подозрительные предметы за 9 метров. А пропускная способность одного прибора – 2000 пассажиров в час. По сути, это все тот же раздевающий сканер. Прибор видит, что человек прячет. Причем не только под футболкой, но и под зимней шубой. Таким образом, каждый, кто ступил на ленту эскалатора, в ту же секунду появится на экранах сканеров. Только вот в отличие от аэропортов, где мы знаем, что в какой-то момент проходим проверку, те, кто спускаются под землю, о ней и понятия иметь не будут. Разработчики уверяют, излучение минимальное. Но если контроль перед авиарейсом мы проходим не так уж и часто, то в метро многие спускаются по 2-3 раза на дню. И в соцсетях появились опасения, мол, как новшество на здоровье скажется. Не будет ли накопительного эффекта? Ответа нет, как нет и альтернативы. Ведь если проходить раздевающий сканер в аэропорту, по правилам можно и отказаться, то пассажирам метро выбора, увы, не дают. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.